Туберкулез 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 Человек питается рационально или занимается спортом, у них менее опасность заразиться туберкулезом. В первую очередь, это тоже влияет на обстреление алкоголя, наркотики. Вредные привычки усугубляют. Вредные привычки усугубляют обстановку. Как вы сказали, Казахстан является одним из лидеров, которые строят по всему миру стран. Первые пятерки. Да, первые пятерки. А наша область ежегодно идет от 8 до 14%. И вот сейчас по итогам 2017 года область занимает пятое место по республике. Это хорошие показатели. Все-таки это говорит о темпе снижения, что в пределах республики наша область 10% снижения ежегодно. Значит, хорошо выявляется данное заболевание. Да, выявляется и лечится, да. А каковы основные причины туберкулеза в нашем регионе? Ну, я уже говорил, что в нашем регионе контакт, семейный контакт, родственный контакт и все-таки социальное положение. По статистике, среди зарегистрированных больных у нас 60% составляет безработные, 12-15% пенсионеры и где-то 10% это студенты и другие там слои населения. А окружающая среда никак не влияет? Ну, окружающая среда все-таки, мы говорим, это косвенный фактор, который влияет на течение болезни и на причину. Поэтому, да, экологический фактор тоже мы не отрицаем, имеет свое место. Но если не секрет, работники каких сфер чаще всего подвержены данному заболеванию? По нашим наблюдениям? По нашим наблюдениям, все-таки работники, мы говорим, что где идет запыльенность, да, вот, где имеется... Производство? Производство, да, условия труда, где по техбезопасности, где нет вентиляции, где загрязненный воздух и где имеется, именно там же работает больной человек, который именно распространяет свою инфекцию. Вот такие у нас встречались, да. А вот сегодня такая тенденция наблюдается, многие родители отказываются делать своим детям прививки. Правильно ли они поступают? Да, мы все-таки говорим, что вакцинный штамм микобактерии БОВИС, да, вот, именно, который предложен кальметом и киреном, мы говорим, что БЦЖ, да, вот, мы, значит, детям делается в родильном доме, потом уже в 6-7 лет, тогда мы не говорим, что это 100% защищает от туберкулеза детей, но защищает от тяжелых форм туберкулеза. Потому что, если любой ребенок и взрослый, они инфицируются туберкулезом, туберкулезом бактериями в течение своей жизни, но именно тяжелая форма туберкулеза сохраняет эту нашу вакцинацию. Поэтому мы родителям объясняем это все, разъясняем, проводим работу. Поэтому наша область, наша регион является одним из, так можно сказать, с положительной стороны. Значит, отказников родителей у нас меньше в количественном отношении, да. А вот в западных регионах там становится с каждым годом больше. А сама вот вакцина, она откуда заводится? Ну, вакцина у нас по-разному. Этот, в основном, российский у нас. Качество? Качество, да. Не вызывает со мной, да? Фармаконадзор полностью проходит, да. Следующий наш вопрос поступил накануне от телезрителя. Моя дочь, ей 5 лет, дружит с ровесницей, у которой реакция мантуположительная. Девочка стоит на учете, но в специализированном саде ходит. Вот ее мать говорит, что дочь здорова, каковы риски для моего ребенка. Это часто вот тоже. Да, значит, если у ребенка была положительная только диагностика, мы на сегодняшний день, после этого еще мы ставим Диаскон-тест. Это российский препарат. То есть тест, если мы по городу, по области охватываем где-то 60-40% детей, то у 15-20% положительная реакция. Мы делаем отбор, после этого делается Диаскон-тест. Тогда, если Диаскон-тест дает положительную реакцию, тогда мы устанавливаем туберкулез. А если право манту дают положительным, то, если Диаскон-тест дает положительным, то мы детям ставим вираж или группу риска, и они получают преследовательское лечение. Но вот для именно подружки, да, как... Да, девочки, две девочки дружат, да, 5-летние. Ну, здесь риска нету никаких, да. То есть родительница может быть спокойно, да? Да, может спокойно, да. Ну, вот еще один аналогичный вопрос. Сыну сделали манту, через 3 дня место прививки покрылось волдырями, стало похоже на ожог. Это положительная реакция? Вот надо бить тревогу в данном случае родителям? Да, это положительная реакция. Это называется визиклонекротическая форма реакции организма на, значит, проникновение туберкулезной палочки в организм у ребенка. Поэтому ребенка обязательно надо обследовать. То есть, должен обратиться в поликлинику, а поликлиника проводит там рентгенографию и дальнейшие анализы крови, анализы мочи в дальнейшем, и будет консультироваться в тезиатрон. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы говорим о ситуации в регионе под туберкулезом, о проблемах, о методах лечения. Все ваши вопросы принимаются по телефону, указанному на экранах. Продолжаем наш выпуск. Совсем недавно больных туберкулезом как бы изолировали, лечили в отдельные диспансеры. Сегодня, как известно, внедряется амбулаторный метод лечения. В районах диспансеры объединяет с райбольницами. Идет развитие дневных стационаров. Более подробно расскажите об этом. На основании постановления пресс-республики Казахстан по борьбе с туберкулезом до 2020 года имеется задание по интеграции, по вертикальной и горизонтальной интеграции. Поэтому мы сократили сейчас койки. Я уже говорил, что у нас ежегодно снижается общее количество больных, которые должны лечиться в стационаре. Поэтому мы в пяти районах закрыли стационары. И диспансерное отделение передали в центральную райбольницу. То есть они будут заниматься выявлением и амбулаторным лечением больных туберкулезом. Поэтому по рекомендации ВОЗ, если больной находится... Вот мы говорили, что там закрытая форма туберкулеза имеется. Если мы его вложим в стационар, он может перезаразиться другой формой туберкулеза. Поэтому предпочтение идет к амбулаторному лечению. Если больного, там малая форма туберкулеза, и он мотивирован лечиться дома, он хочет лечиться дома, он не опасен для окружающих, он может лечиться амбулаторно. То есть он один раз уходит в поликлинику утром, принимает лекарства, и может работать спокойно, и может общаться с другими людьми. — Ну хорошо, а если он не приходит, если он пропускает раз за раз? — Нет, я уже говорю, что он мотивирован, он сам. То есть больной сам хочет лечиться, вылечиться от туберкулеза. Мы это в первую очередь учитываем. И этот человек, он ходит ежедневно всего один раз в поликлинику. Пошел, за 15 минут принял лекарства и пошел дальше. Он спокойно может работать, мы допускаем их к работе. Вот мы уже три года как начали лечить, в начале мы взяли на такое лечение, амбулаторное лечение 14%, а сейчас мы в прошлом году довели это до 45%. Так что это очень хороший метод, тем более стационарный лечить больных, это для государства дорого обходится. Поэтому мы, внедряя это амбулаторное лечение, мы оказываем еще социальную помощь больным. То есть они получают ежемесячно, это по всей республике внедряется, но в нашей области первое мы внедрили в 2014 году, и они получают ежемесячно 10 МРП, пределы 10 МРП. То есть в прошлом году, если было 22 тысячи сотенг, в этом году 24 тысячи сотенг. Это тоже идет как стимуляция, чтобы больные сами ходили в поликлинику, оплачивают свою дорогу и продают питание. Вот по поводу, раз так разговор пошел, у нас плавно перешел по поводу социальной поддержки. Это область впервые внедрила, да? Или же это в других регионах есть? Нет, это внедрили в других регионах тоже были, но в разных объемах. Например, в Астане там ежемесячно давали по 5 тысяч тенге и продуктовую корзину. В других регионах давали продуктовую корзину, потом гигиенические наборы. Но в нашей области поддержку Акимовой области и депутата Маслехата мы впервые внедрили в размере 10 МРП. В размере 10 МРП, да. И с каждым годом, когда МРП у нас меняется, и вот эта сумма, финансовая сумма, которая определяется в пределах 10, он тоже растет. Если, значит, больной не проходит лечение, он лишается данной поддержки? Да, мы внедрили критерии именно, когда снимается соцпомощь, больной сам подписывает этот договор, то есть не договор, это типа расписку, что он ознакомился с этим листом, и если он отказывается от лечения, то мы снимаем его с социальной помощью сразу. И так, если он пропускает в течение месяца, от 5 до 7 раз. ВОЗ рекомендует закрыть принудительное отделение для больных туберкулезом. По вашему мнению, это правильное решение? И в дальнейшем не вызовет ли это эпидемию? Да, у нас в Казахстане в 1998 году указом президента у нас принят закон о принудительном отделении заразных больных. Мы ежегодно в пределах 25-30 больных принудительного лечения оформляем на стационар на лечение, но возрастные специалисты рекомендуют отойти от этого метода, то есть должны работать с больными. То есть мы должны с ними поговорить, убедить их, что туберкулез излечим в течение столько-то месяцев, если он будет получать лечение. И после этого он уже становится для окружающих безопасным и может он спокойно дальше жить. Сколько можно. Поэтому мы сейчас уже внедрили, да, чтобы отойти от этого принудительного лечения, мы сейчас в штат внедрили психологов, да, и проходят наши врачи ежегодно и обучение специалистам ВОЗ. Поэтому я думаю, что при этом мы вообще… То есть ожидаете какой-то эффект, да? Количество коек мы будем сокращать, скорее всего, да. Ну, это сколько продлится, мы не знаем, но все зависит от менталитета нашего населения все-таки, да. Да, сам человек должен признаться, что он болеет туберкулезом и открытой формой туберкулеза. Лечение бесплатно. Вот по поводу социальной помощи, да, еще вот такой вопрос. Если он тяжело болеет, ну вот пропускает, а потом вторично заболел, да, ну в такой вот семье он, неблагополучный, малоимущий, он все же лишается этой социальной помощи, да, или с ним какую-то работу проводится? Нет, социальную помощь получает через Совет У нас, да, на карточку прям поступает. Здесь определяет комиссия. То есть в районах, в городе имеется комиссия. На комиссию представляет полностью информацию участковый врач или лечащий врач. Вот фтизиатор, то есть. И там комиссия определяет. Да, больной подлежит ли получать социальную помощь или нет. Поэтому там по решениям комиссии. Там тоже имеются критерии. Если больной лечился первый раз добросовестно, не пропускал ни разу, он получил социальную помощь, да. А повторно заболел, это, я говорю, тоже не от него зависит. Может, есть некоторые факторы. А повторно, когда рецидив у нас появляется, в 75% случаев, это опять-таки, когда человек нарушает режим лечения. Поэтому есть некоторые факторы, которые, вот я говорю, есть сопутствующие заболевания, которые именно привели к повторному, чтобы он заболел, да. И он может ему назначить этот соцпомощь. И мы сейчас назначаем даже, комиссию назначаем даже детям, которые получают социальное лечение. То есть получают родители социальную помощь и посещают своих детей, покупают там продукты питания, там, другие, там, что он узнает с ребенком. Казахстан является одной из стран с высоким уровнем мультирезистентного, вот как мы говорили, открытой формы туберкулеза. Чем опасен, да, вот какие-то симптомы, чтобы знать? Ну, да, резистентная форма туберкулеза сейчас уже проблема всего мира. Все-таки этот, мы говорим, что первой причиной стал этот человеческий, все-таки человеческий фактор. Когда мы говорим, что человек получает, больной получает режим лечения, например, по первым, основным препаратам, он нарушил, нарушает лечение, уже микобактерию туберкулеза, он уже приобретает резистентность к основным препаратам. Мы говорим это уже о резистентной форме, то есть мультирезистентной форме туберкулеза и широкоустойчивой, то есть шелу, широкоустойчивой форме туберкулеза. Да, к препаратам первого, второго ряда. Поэтому мы на сегодняшний день в Казахстане, да, имеется рост, и в Средней Азии тоже говорят, что в Казахстане имеется большое количество резистентной формы туберкулеза. Для этого сейчас мы полностью обеспечены все региональные учреждения, лабораторной диагностикой оборудованием и препаратами второго, третьего ряда. Да, и 100% у нас имеется обеспечение лекарствами резистентной формы туберкулеза и в Казахстане в том числе. Кому устанавливается диагноз резистентной формы туберкулеза, мы сразу начинаем лечение, и они получают полноценное лечение. То есть ни один препарат не покупается больным, самим больным. Это в Средней Азии так. Мы, Казахстан, в первую очередь, по эффективности лечения резистентной формы туберкулеза стоит на первом месте. Можно сказать, по всему миру, сейчас последние данные в ВОЗ, это говорит, что Казахстан является административирующим страной, по всему миру, в которой имеется эффективность лечения от резистентной формы туберкулеза. То есть 87%. А в нашей области это показатели 87,7%. Напомню, мы работаем в прямом эфире. Как я говорила, ранее к нам поступили вопросы от телезрителей накануне программы. Каковы последствия, если на какое-то время прекратить пить препараты, о чем мы раньше говорили? К примеру, два месяца исправно я принимаю, потом неделя передышка. Очень тяжело дается мне этот лечение. Да, мы говорили, что больному советуем, даем рекомендации, чтобы он не прорывал лечение. Если в течение, опять-таки, по статданным, по исследованиям ученых, если в течение месяца больной пропускает 5 раз, 5 доз, тогда может развиться, есть риск развития резистентной формы туберкулеза. Когда он может повторно заболеть, то уже резистентная форма туберкулеза. Поэтому, если побочная реакция, то, снимая побочную реакцию другими препаратами, мы рекомендуем, чтобы не прорывал лечение больной. Значит, желательно не прорывать, как бы не было бы нибудь тяжело. Желательно не прорывать лечение. В памяти факты, когда среди воспитателей, учителей в ряде регионов обнаружили открытую форму туберкулеза. Значит, несмотря на проверки, на медосмотры, все-таки высокий риск заразиться. Мы говорим, что есть декретированный контингент. Мы ежегодно составляем флюороплан, в том числе декретированный контингент и группа риска. В декретированный контингент у нас в том числе и работники школ, детских садов, они должны проходить ежегодно медицинские осмотры. Да, бывали случаи, когда, зная о своей болезни или патологии у легких, проходит чужой человек, и вот эту снимку они представляют врачу, и как они здорово проходят, и работают. Да, имеется риск. Если воспитатель или учитель в классе работает открытой формой туберкулеза, он может заразить... Нечестно прошли медосмотры. Да, нечестно прошли, и который болеет открытой формой, еще я акцентирую, этот человек может заразить своих учеников. Поэтому у нас это строго контролируется, я думаю, что строго, да. Потому что мы ежемесячно, когда все поликлиники отчитываются, они показывают, в каких школах какие учителя прошли. Поэтому основная масса учителей проходит летом. Поэтому, я не знаю, в наших регионах таких случаев не было, но в других регионах были. Но когда проводили расследование, были у самих детей, во-первых, контакты, родственные контакты, семейные контакты. И условия в школах, где они обучались, не соответствовали санитарным нормативам. Поэтому там были выводы, сделан вывод, что здесь не только учитель или воспитательство виновата, здесь и сами дети, и санитарные нормы школы были нарушены. Ясно. Еще один вопрос от нашего телезрителя. С 2012 года состою на учете, исправно прохожу курсы лечения. После выздоровления могу ли я работать в общепите, продуктовом в магазинах, в детсадах, или переболевшим запрещено работать в данных категориях? Да, это по старым нормативам, да, так и было. Сейчас по новому приказу, по новым нормативам, если больной во время лечения, у него малая форма туберкулеза, я уже говорил об этом, может ходить на работу. Если у больного открытая форма туберкулеза и большие деструктивные изменения у легких, то они временно не допускаются к работе. Какой период это время? Во время, в процессе лечения. Да, в процессе лечения. После завершения лечения, если у больного, то есть у человека, который прошел лечение, курс лечения, скопистское, то есть бихоскопическим путем мы смотрим патологические материалы, там есть отрицательность, на рентгенограмме все, результаты тоже будут положительные результаты, то допускайте сейчас к ущобе и работе. Но у нас имеется ограничение, тем лицам, которые работают с детьми. То есть это в отделениях новорожденных для певентального центра, в детских домах и в школах, где обучают учеников начальных классов. То есть переболевшие туда никак? Переболевшие, я говорю, ранее инструкция так была. Мы сейчас, мы смотрим, все зависит от наших клинических данных, инструментальных данных. Если у него ограниченный процесс, мы их допускаем. К нам поступил звонок от телезрителя. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Я бы хотел спросить про народную медицину. Вот слышал, что Кумыс помогает. Работает ли он? Кумыс помогает действительно? Да, мы вообще, это не народное лечение. Кумыс составил, когда наши научно-исследовательские институты питания в Алма-Ате, когда проводил научно-исследовательские работы, результаты были такие. Там именно имеются витамины и минеральные вещества, которые усваиваются организмом легче, чем другие молочные продукты и повышает иммунитет организма, то есть противостояние к инфекционному процессу, в частности для туберкулеза, туберкулезного процесса. Поэтому здесь Кумысом лечить и убивать микробактерию туберкулеза никто не доказал на следующий день. И в том числе не только Кумыс. То есть можно поддержать иммунитет, здоровье, но никак лечение не относится? Никак, лечение, то есть Кумыс, научным термином, можно сказать, не владеет бактерицидным действием или бактеристатическим действием. Вот еще такой интересный вопрос. Сможет ли туберкулез передаваться через поручни в общественном транспорте, продуктовые корзины в магазинах? И вот если прикасался больной с открытой формой к данным предметам, за год, например, сколько он может заразить? Я уже говорил, что самым опасным является этот больные с легочной формой туберкулеза. И поэтому уже доказано испокон веков, что туберкулез передается воздушно-капельным путем. Поэтому если больной, который находится в обществе с открытой формой, то он может заразить год, 10-15 человек. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. В нашей студии главный врач областного противотуберкулезного диспансера. Все ваши интересующие вопросы мы ждем по номеру телефона, указанному на вашей экране. Туберкулез коварен тем, что развивается медленно, скрытно проходит данное заболевание. На какие первые тревожные звоночки необходимо обратить внимание? Это первый признак, как всегда мы говорим, что у человека кашель более двух недель. Который приводит иногда к кровохаркам, потливость, повышение температуры тела, слабость. Боли в груди. Боли в грудной клетке, да. Поэтому, я говорю, туберкулез – это, за другой стороны, такое коварное заболевание, которое протекает без симптома вначале. Вначале без симптома проходит. Потом уже, когда уже наяву все симптомы, уже можно сказать, множество больных обращается уже к медикам за медицинской помощью. Вот тогда уже у 50% больных мы определяем уже заразную форму туберкулеза, то есть открытую форму туберкулеза. Поэтому, в первую очередь, мы говорим, что надо ежегодно, каждый человек, беспокоя за своем здоровье, должен проходить профилактический осмотр. Если обнаружили в начале, то есть, когда уже начинает болезнь, там может, который обнаруживается на рентгенограмме, там маленький очаг, да, очаговый, это уже очаговый туберкулез, который можно лечить уже дома, спокойно, за 4 месяца. А когда уже обширный процесс, когда идут уже деструктурные процессы в легких, тогда уже лечится долго. Поэтому мы всегда говорим, что, в первую очередь, во время прохождения медицинского осмотра, обязательно ежегодно каждый человек должен проходить в туберкулезе осмотр. К нам поступил звонок от телезрителей. Вас слушаем. Здравствуйте. У меня вот вопрос. Подскажите, пожалуйста, что мне нужно сделать? Я контактировала с человеком, который оказался больным нелегочным туберкулезом. Какие действия мне нужно предпринимать? Спасибо. В нелегочном туберкулезе обычно этот, с эпидемиологической точки зрения, не опасен для окружающих, для контактных лиц. Поэтому здесь все зависит от патологического материала тоже. Если у больного туберкулезом спондилит, то есть туберкулез позвоночников, он не опасен. Если у него туберкулез лимфатических узлов, который оттуда течет уже гной, и соприкасался с гноем, и тоже через воздушным капельным путем можно вдыхать этот уже микробактерию туберкулеза, тогда он может заболеть. Поэтому все зависит от формы нелегочного туберкулеза. Если там идет расплавление уже лимфатических узлов, то может быть он кое-какие моменты опасен. А так, да, нелегочный туберкулез не опасен для окружающих. И здесь такой вопрос. Как часто нужно проходить флюорологическое обследование взрослому человеку и несовершеннолетнему? Ну, у нас в стране принято с 15 лет взрослым ежегодно проходить флюорологическое осмотрение один раз в год. И детям? Нет, с 15 лет его. С 15 лет? С 15 лет, да. А если у ребенка все-таки есть... У нас туберкулеза диагностика до 12 лет, до 15 лет, если включили его в группу риска, мы всем проводим туберкулеза диагностику. То есть один раз, да, можно? Да, один раз, да. Вот тут все-таки родители обеспокоены, все-таки это излучение там, насколько это опасно для детского организма. Нет, с 15 лет мы говорим, что сейчас все флюороустановки у нас цифровые уже. Да, уже в последнем отделе. Поэтому насчет излучения и облучения там вопросов не должно быть. Поэтому рентген, то есть флюорообследование сейчас безопасен для организма детей и взрослых. Вот раз мы продолжим наш разговор о диагностике, об инновационных методах. Расскажите, какие инновационные методы сейчас внедряются в диспансериях? Так, сейчас по всему миру, какие есть методы, можно сказать, диагностики, да, сейчас внедрены уже в Казахстан, в том числе в наш регион. Мы говорим, в первую очередь, это от джин-экспорта, который устанавливает туберкулез, что у человека имеется палочка туберкулеза, и каким препаратом чувствительным мы определяем за 2 часа. Есть экспресс-диагностика. Есть второй метод, хайн-тест, который определяем за 2 дня. Есть бактек, который устанавливается максимум за 3 недели. И есть золотой стандарт, который определяется за 4 месяца. Поэтому все вот эти экспресс-методики у нас имеются в нашей региональной области. Здесь мы исследуем патологический материал от больного. То есть, когда больной приходит, поликлинику обращается, смотрим на микроскопистки, если мы обнаружили у него микробактерию туберкулеза, сразу ставится на какие препараты чувствительности имеются в микробактерии. Второе, если с целью дифференциальной диагностики. Если у больного или пневмония, или туберкулеза, чтобы различить, мы ставим опять-таки на один экспорт. Поэтому наши инновационные новые методы сейчас приносят наши успехи. Поэтому мы диагностируем, и с каждым годом, то есть уже в течение трех лет, у нас увеличивается количество в нелегшем форме туберкулеза. И закрытых форм или в начале заболевания туберкулеза устанавливается больше, чем с предыдущих годов. А вот еще, насколько я знаю, у вас внедряется искусственный интеллект. Единая рентгенограмма. Да, мы по всей республике сейчас, по всей области флюорообследования, вроде начали работу по централизации. То есть в поликлинике там имеется цифровая флюороснолобка, снимает человека, этот снимок передается сразу в областную тубдиспансер. Там тоже читается уже врачом в поликлинике. Мы требуем, чтобы читка была двукратная, чтобы читали два врача. И потом уже третий раз уже к нам поступает в областную тубдиспансер. Поэтому в день мы посчитали, где-то около двух тысяч человек, если по области будет сниматься, те будут проходить флюорообследование. Один или два врача не успеют это просмотреть. Третья читка у нас идет. Мы внедрили в стилю, во-первых, чтобы пропуск патологии не было. Поэтому мы сейчас с инженер-программистами работаем, чтобы они хотят разработать нам программу о внедрении искусственного интеллекта. То есть программа, если заработает, то по этой программе наши все флюорообследования проходят через эту программу. И где имеются патологии, отсеиваются и читаются врачом. То есть в комплексной медицинской информационной системе, да? Да. В процессе собирается вся данная информация, да? Еще один вопрос от телезрителей к нам поступил. В семье наших родственников у дедушки обнаружили туберкулез. Он проходит лечение, проходил лечение, выписали домой. У них родился внук. Это не опасно для других членов семьи? Так, это если дед прошел, дедушка прошел лечение, полный курс лечения, да? Выписали из стационара. То есть... Господь понял, это открытая форма. Да, перед выпиской, да, у них берется, проводятся бактериические исследования. Если при бактериическом исследовании у больного первого месяца, после второго месяца, после третьего месяца показывают отрицательный результат, то больного можно выписать домой. То есть больной уже не опасен для окружающих. Может продолжать дома на лечении. Если мы раньше лечили больных от резистентного форма труберкулеза отчасти до 8 месяцев в стационаре, то мы сегодня на основании данных, бактериологических и бакоскопийских данных, мы можем через 3 месяца выписать домой. И больной, самое главное, должен не прерывать лечение. Поэтому для внука этот дед не опасен. Риска нету, да. Время нашей программы истекает. И вот я хочу успеть задать еще один вопрос от телезрителя. Можно ли самим без участия дезинфекционной службы обрабатывать жилье, помещения, кабинеты, где находился больной туберкулезом? Так, при установке человеку диагноз туберкулез, оформляется вообще эта форма, подается наша местная санэпидстанция. И если обнаружили открытую форму туберкулеза, то есть у больного заразная форма туберкулеза, там на дому проводится текущая дезинфекция и окончательная дезинфекция. Если больной находится дома или может там родственники по просьбе родственников, мы можем дать, рекомендовать им препараты, которые именно убивают векобактерию туберкулеза, да, и которые хоросодержащие. Есть сейчас очень много таких препаратов, и наши медсестры или наши работники, дезинфекторы могут объяснить, в каких процентах, или там есть инструкция своя, да, и можно обрабатывать свои. То есть это лучше специалист объяснит, да, и они могут дома эти процедуры провести, да. Ну вот данному заболеванию больше всего, наверное, подвержены работники противотуберкулезного диспансера. А как они защищены на рабочем месте? Так, у нас проводится инфекционный контроль. Наши медицинские работники обеспечены 100% масками, респираторами, да. То есть наши работники, находясь в стационаре, обслуживая наших больных, могут спокойно работать в масках-респираторах, которые защищают их. Эффективность масок-респираторов, я сразу скажу, 98,7%. Во-вторых, имеются кварцевые лампы. Во всех отделениях, где имеются, где находятся больные, у нас имеются кварцевые лампы. Мы сейчас уже раньше, мы там включали кварцевые лампы в определенное время, но сейчас мы начали обеспечивать это отделение экранированными кварцевыми лампами, которые горят 24 часа, но никаких отрицательных действий на человека не оказывают. И в-третьих, это естественная вентиляция, да, надо, и мы сами тоже дома должны всегда открывать форточку, да, проветривать полностью, и обработка наших, то есть твердых предметов по половое покрытие нашими действительствами. Опять-таки, наши диспансеры обеспечены 100% действительствами. Поэтому из последних требований, вот по СанПену, это где находятся больные с открытой форматом баклоза, где имеются барахолистские кабинеты, там должны и бактериологические, в первую очередь бактериологические лаборатории, должны быть там притожная вытяжная вентиляция. Мы сейчас над этим работаем, поделяются дополнительные бюджетные средства, поэтому это тоже, но обслуживание этой вентиляции очень дорого обойдется. Поэтому есть наши дедовские методы, которые я перечислил, поэтому... Ну, кто предупрежден, тот вооружен, то есть вы такого метода и принципа придерживаетесь. На этом наша программа подошла к своему завершению. Спасибо вам за столь интересную беседу, конструктивный наш диалог. Всего вам доброго и самое главное, берегите здоровье населения. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»